Безымянным пальцем с указательного. И обязательно вот так вот. Вот, 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 хорошо. Александра Воронина под чутким руководством народного мастера Алтайского края пытается изготовить исконно русский поясок из шерстяных ниток. Опытная рукодельница сделает подобные за 15 минут. Девушке времени потребуется значительно больше. Она приехала в Барнаул из Казахстана. Родилась и живет в Петропавловске. Мама и папа русские. Саша одна из тех детей, которым посчастливилось стать первооткрывателями международного проекта «Традиции Алтая». Ездили на набережную, сказали, в прошлом году построилась. Нам очень понравилось. Университеты смотрели. Идея организовать познавательные экскурсии с мастер-классами для детей наших соотечественников, которые живут в Казахстане и Киргизии, пришла коллективу школы искусств «Традиция». Они отправили приглашение в эти республики. Там есть русские общины. И вот 17 человек приехали в Барнаул. Они приехали сюда для того, чтобы погрузиться в мир традиционной народной культуры. Потому что вот как мы сегодня разговаривали с руководителем делегации Петропавловска, она говорит, мы вообще не помним этого, мы вообще этого не знаем. Они поддерживаются, конечно, но они живут в республике Казахстан. И патриотизм другой, и все другое. Пять дней дети проведут в оздоровительном лагере «Звездочка» на территории санатория «Станкостроитель». Расписан каждый час, кроме массажей, бассейна, экскурсии, игры в лапту и хороводы. А еще в рамках творческой международной смены состоится фестиваль фольклорных коллективов. Принять участие приехали ребята из Новосибирска, Республики Алтай и Алтайского края. В ближайшую субботу все вновь разъедутся по домам. Но уже сегодня дети говорят, что прощаться будут неохотно и со слезами. Ведь русские корни, хоть в Казахстане, хоть в Киргизии, останутся русскими. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.